Здравствуйте всем, Олег Иванович, здравствуйте. Я третий год пытаюсь молиться. Я вас помню. Изменить свою судьбу, у меня ничего не меняется. Все меняется. Я живу свою жизнь полноценно, но у близких ничего не меняется. Потому что еще не пришло время у близких меняться. Вы еще себя должны достаточно изменить для того, чтобы менялись близкие. Вот что-то я делаю не так. Все так, просто количество в качество перейти. То есть вы наполняетесь, наполняетесь. Еще немного осталось, чтобы на близких тоже начало влиять. Вы уже наполнены достаточно, у вас все хорошо. Но у них еще недостаточно, потому что не пришло время. Чуть-чуть попозже начнется меняться у близких. Это такой процесс, он все время расширяется. У меня сейчас получилось, что я просто уже им позволила вести себя так, как они хотят по отношению ко мне. Позволила им. Потому что вам стало крепче жить, вы сильнее. Вы можете позволить. Это хороший метод. Это называется принять близких. То есть я позволяю всем вести себя так, как они хотят. Они расслабляются, успокаиваются, чувствуют, что им легко с тобой жить. А потом ты по-доброму, в шутку, в прибаутку объясняешь им, как лучше, как правильно. И так ты исправляешь их потихоньку. Так все должны жить. То есть надо набраться силы, чтобы позволить близким быть, какие они есть. Они расслабляются, чувствуют себя хорошо с тобой, иногда наглеют. Но при этом ты потом имеешь право, потому что их не трогаешь, имеешь право их воспитывать, потому что они чувствуют, что ты хороший человек. Ты их не трогаешь. Они же сами не понимают, что они неправильно живут. И ты по-доброму начинаешь им говорить, вот это лучше так, это так. И так как они тебе благодарны, они начинают меняться. А вы сейчас думаете, что это они такие плохие? Я перестала общаться, потому что мама меня проклинает. Не общайтесь, не надо все нормально. Не общаюсь. Не общайтесь, она успокоится со временем. Она проклинает, она угрожает, говорит, не будешь общаться, будет хуже. Вы не общаетесь. Если она неправильно общается, не общаетесь. Сын тоже не общается больше со мной. Ничего страшного, это нормально. Все это наладится? Уже налаживается. Вы же молитесь? Вам надо пройти вот этот период отторжения, потому что у вас были неправильные отношения с ними, со всеми. Они сейчас перестраиваются, становятся правильными. А вот я то, что стала, я много училась на ваших лекциях, я стала рекомендовать близким и стараюсь им помочь с помощью ваших лекций. Если они хотят слышать это. Да, они хотят, я имею право им советовать. Да, если они как бы хотят, то пусть слушают. Что тут плохого? Спасибо вам огромное. Если хотят, а если не хотят, не надо навязываться. Спасибо вам огромное за ваш труд. Большая благодарность. Я помню, как вы приходили ко мне в другом настроении, в другом состоянии. Вы были подавленные, несчастные. Я вам что-то говорил, вы ничего не слышали. Я все это помню. Спасибо. Сейчас все поменялось. Видите, у них также все поменяет. Если бы я думал, ой, невозможно просто. Что это она ничего не понимает? Я же так не думал, просто позволял дальше развиваться. Все люди находятся на определенном этапе развития. Все люди на земле. И их этап развития, это не то, что плохо. Не надо оценивать. Есть разные этапы развития. В целом, если говорить в отношении к удаче, то то, что мы в сегодняшней лекции, то развитие, оно зависит... Удача означает приближение к свету. Вот, допустим, если взять лес, да? Удачливо какое растение, которое получает больше солнечного света? А остальные все загибаются там как-то еле-еле. Понимаете, свет в сердце человека приходит благодаря контакта со святостью. Свет, святость. Святость означает близкий к Богу человек. Он светится счастьем. Он более счастлив. То есть, чем ближе к Богу, чем ближе к самосовершенствованию человек или к понимании себя как частички Бога, как души, которая может контактировать с Богом, тем больше удачи и счастья в жизни человека. У него расширяются возможности горизонта. Сначала человек обычно углубляется вглубь. Вот, допустим, вы сейчас углубляетесь. У вас нет внешних каких-то перспектив в жизни. У вас внутренние горизонты возрастают. Но придет время, и качество перейдет в количество. То есть, ваша внутренняя сила, она поднимет вас на другой уровень жизни. Вам легче будет зарабатывать деньги, легче общаться с людьми, легче строить отношения, легче решать все вопросы. Потому что вы будете светлее. У вас будет больше сил, больше возможностей, больше знания, больше опыта. Понимаете? Ну да, я учусь очень усиленно. Три года учусь. Но вот только что, что я в вакууме осталась. Все, мы с вами закончили. Спасибо. В вакууме вы остались, потому что они создают связи с другими людьми. Нужно строить отношения с теми, кто идет вашим путем. В этом ответ на вопрос. А не пытаться в старых людях, которые раньше были, пробудить то же самое, что у вас. Запомните, вокруг будет много родственников, друзей, которые будут от вас отставать. Заботьтесь о них. Но не думайте, что они вам восполнят вакуум. Вакуум будут восполнять новые люди, которые будут идти так же стремительно, как вы. Все остальные будут просто нуждаться в вашей заботе. Ищите среди тех, кто ходит на лекции друзей. В клуб благость ходите там и так далее. Там будет восполняться вакуум. Спасибо.